Атмосфера Второй – это фильмы, в которых атмосфера является целью создания фильма. Это обычно фильмы экспериментальные, авангардистские, и именно о них мы сегодня и поговорим. Это «Черный кабинет» и «Добро пожаловать». Говорить о фильмах, в которых атмосфера играет главную роль, а сценарий отходит на второй план, очень сложно. Так как сложно словесно описать все то, что ты видишь на экране и какие ощущения ты, как зритель, можешь пережить. Поэтому сегодня я вам покажу три фильма. Фильмы, которые, по моему мнению, являются яркими представителями своего жанра и на примере которых вы сможете лучше понять, в чем же тут суть. Итак, первый фильм – это фильм Панаса Косматоса «По ту сторону черной радуги». «По ту сторону черной радуги» – это некая смесь экспериментального кино и зарисовок, которые сам себе придумал автор после частых посещений видеопрокатов. Ностальгия по 80-м, неоновые цвета и мягкие контуры, аутентичный дизайн в духе автомобиля DeLorean – все это присутствует в черной радуге с избытком. Ретро-вейв-мания, частным случаем, который стал фильм Косматоса, предстает здесь во всей своей красе. Попытка переосмыслить цифровые мечты наших отцов и ответить на вопрос, каким могло стать будущее, пойди человечество по другому вектору развития IT-технологий. Смотреть на это будущее крайне интересно. Здесь нет банальных вещей, вроде тачскрина, виртуальной реальности, дронов, искусственного интеллекта и киборгов, голограмм. Зато есть магический суперкомпьютер в форме пирамиды, что вполне отражает магическое мышление людей на заре дичитал-цивилизаций. Фильм начинается с промо-ролика компании 60-х. По сюжету доктор Арбория создает компанию Арбория Институт наполовину НИИ, наполовину Нью Эйдж, общину для несчастных и обделенных. Тогда еще Арбория формулирует задачу Института – помочь людям обрести счастье под ключ и достичь вершин саморазвития. И хотя цель ясна и благородна, средства достижения, как всегда, туманны и зловещи. Арбория Институт предоставляет комплекс услуг и странных психологических опытов. Короче, работа с анализантом больше похожа на попытку окончательно сломать человека. Сбежать из института нельзя, отказаться от личностного роста в кавычках тоже нельзя. Действие картины происходит в 1983 году. Фильм предлагает зрителю, несмотря на свою странность и гнетущую непонятную до конца атмосферу, незабываемый визуальный, звуковой, винтажный опыт, который берет эту стилистику 80-х, зрительно и визуально, отсылая зрителя к ретро, но в то же время не пародируя его. Фильм идейно копает глубже. Фильм невероятно стилизован. Возможно, даже слишком, так как это первый режиссерский опыт Косматеса. И еще чувствуется его желание показать все и сразу. Визуально любители жанра сразу видят всевозможные заимствования от Лукаса и Майкломана и так далее. Режиссер проделал невероятную работу с утекающими линиями, зеркалами, отражением, геометрией для усиления чувства клаустрофобии. С одной стороны, практически красивого и вылизанного изображения, которое отражает идею этого учреждения, в котором протекает действие. И с другой, заключая персонажа практически в коробке, из которой нет выхода. Фильм предлагает сразу несколько визуальных миров. Главный – это визуальный мир из проморолика и вообще мир этого института лаборатории. А также, как только случается флешбек в 50-е, чтобы показать предысторию персонажа, режиссер переносит нас в черно-белый мир с идеей эстетизации изображения, который напоминает фильм «Порожденный» Эдмунда Элиаса Мериджа. Это экспериментальный фильм, в котором как раз-таки ярко выражены эти цвета и визуальная идея. Черно-белый цвет, чрезмерно яркий, чрезмерно контрастный, который создает полный разрыв с реальностью. И третий визуальный мир – ближе к концу фильма. Это мир более стабильный, нормальный, можно так сказать, классический. И как ни странно, именно на примере финала этого фильма можно уловить, как режиссер сам слегка разрушил свою собственную идею. Но в любом случае, «По ту сторону черной радуги» – это один из лучших фильмов, построенных на атмосфере. И я, естественно, советую его вам к просмотру. Но стоит отметить, что просмотр этого фильма не будет увеселительным мероприятием. Обычно при просмотре таких фильмов от зрителя требуется вовлечение, для того, чтобы он сам инвестировал немного энергии. Фильм может не затянуть с первых секунд. Однако, если зритель готов к просмотру и хочет прочувствовать новые ощущения, это как раз тот фильм, который нужно посмотреть в одиночку. Не стоит брать с собой попкорн и компанию. Второй фильм называется «Странный цвет слез твоего тела» – Элен Катте и Брюно Форцани. Этот фильм является своеобразной данью такому жанру, как «Джала». Этот жанр уже редок на экране и практически не используется. «Джала» – это своеобразный поджанр итальянских фильмов ужасов, в которых сочетались криминальный триллер и эротика. Некоторые критики считают его предшественником жанра слэшер. Убийство в «Джала» эстетизировано. Оно с одной стороны пугает и отталкивает, а с другой привлекает. Такой эффект достигается как раз-таки благодаря эротизму. Во вселенной «Джала» важную роль играет цвет. Такие фильмы обычно чрезмерно яркие и слегка вычурные. Фильм «Странный цвет слез твоего тела» – это фильм, который отдает дань жанру. Но если бы этот фильм оставался лишь реверансом в сторону прошлого, я бы о нем не сказал ни слова. Фильм переходит грань стилитического упражнения и предоставляет опыт, в котором режиссеры взяли под жанр «Джала» и использовали его на максимум, зайдя настолько далеко, насколько это возможно. Фильм – коллекционирующий моменты грез и иллюзий. Не стоит смотреть этот фильм, пытаясь понять историю, сценарий или структуру. Вкратце, Дан Кристенсен возвращается из поездки и находит свою квартиру абсолютно пустой. Его жена исчезла бесследно. Дан сообщает в полицию, но правоохранительных органов, кажется, не очень интересует это дело. Дан решает тогда сам провести расследование. Он опрашивает соседей, начиная досконально обследовать дом, в котором он проживает. Вскоре мужчина обнаруживает непонятную обстановку. По мере продвижения своего расследования Дан, похоже, теряет рассудок. Зримый изначально сюжет о поиске пропавшей буквально в никуда загадочной лауре, в котором детективная интрига кажется не просто условностью, а неким необязательным оправданием для осознанной жанровой принадлежности, разбивается на мелкие осколки, а накатывающаяся с чудовищной неизбежностью волны сюрреализма, которым режиссеры подменяют в картине буквально все, превращая фильм «Странный цвет слез твоего тела» в эстетически совершенный, но трудно воспринимаемый эксперимент. Обычно в фильмах, построенных на атмосфере, ритм тягучий, медленный, вялый. Это нужно для того, чтобы прочувствовать обстановку и атмосферу, естественно. Но в этом же фильме наоборот. Ритм и монтаж тут практически истеричный, дерганный, рваный, быстрый, который не дает возможности зрителю вздохнуть. Фильм просто переполнен через край идеями построения кадра, эффектами и прочим. Поэтому всем, у кого творческий кризис, идеи и планов, вот вам наглядная шпаргалка. В фильме практически каждый план — это мини-фильм. Это не всегда работает на руку режиссерам, создавая ощущение некой наивности сделать побольше и поинтереснее. Но в любом случае такое решение, решение насытить каждый план собственной структурой и глубиной, само по себе становится даже сутью всего фильма. Форма начинает играть роль сюжета в некотором смысле. У меня было стойкое ощущение, что я нахожусь в параллельной реальности, когда смотрел этот фильм. В структуре самого фильма, помимо прочего, была заложена идея нарушить целостность и линейность повествования и сделать что-то непонятное логически, но понятное на уровне ощущений. Знаете, это как заезженная шутка. Когда она свежая, она смешная. Еще раз, потом еще раз, потом еще раз. Но после частых повторений она такой перестает быть. Но спустя время, после какого-то перехода через грань, она вновь может стать смешной. И даже более смешной, чем была раньше. Так и тут. Тебе нравятся кадры 2-3. Ты начинаешь уставать от невнятного повествования. Однако, если ты приложишь усилия, и как только ты перестанешь искать логику и привычную структуру, на уровне ощущений тебе снова начнет нравиться фильм. Фильм также пропитан текстурой, о которой я говорил в ролике о текстуре кадра. Тут даже звук тактильный. Он провоцирует странное чувство, становясь практически ощутимым. Естественно, всем любителям жанра я советую этот фильм, и также тем, кто хочет попробовать удивить себя другим, в кавычках, кино. Странный цвет слез твоего тела – это умозрительное и ассоциативное погружение в человеческое в целом и в мужское, в частности, подсознание. И третий фильм, о котором я хочу вам рассказать сегодня в контексте вопроса – это фильм «Туринская лошадь». Белотара. Для этого режиссера этот фильм стал последним, так как он заявил, что больше не будет снимать кино, и это его прощальный реверанс зрителю. Я 34 года занимаюсь киноискусством, и за это время я сделал многое. Сейчас у меня такое чувство, что работу, которую необходимо было сделать, я сделал. Все готово, и добавить мне больше нечего. О сюжете вкратце. Прологом к фильму служит история о Фридрихе Ницше, который 3 января 1889 года в Турине стал свидетелем избиения лошади-извозчиком. Ницше бросился к лошади, обнял ее, а после этого замолчал навсегда, последние 11 лет своей жизни проведя в больнице для душевнобольных. Дальнейшее повествование сводится к судьбе самой лошади и двух ее хозяев – сухорукового крестьянина и его дочери, живущих на пустынном, забытом богом людьми, хуторе. За окном поднимается сильнейший ветер, и первое, как и наиболее живое существо, отказывается следовать привычному ходу вещей – лошадь. Весь оставшийся фильм все постепенно сходит на нет. Пропадает вода в колодце, перестает гореть огонь в лампах, мир погружается в молчание. Единственный ударный момент в фильме – это монолог гостя, который пришел, чтобы пополнить запасы венгерской водки. Его текст, по сути, очередное пересечение с Ницше, о потере Бога и веры, которая в конце концов приводит к внутренней пустоте, фактическому угасанию человека и, как следствие, его смерти, неважно, духовной или физической. Фильм «Туринская лошадь» – черно-белый и состоит из 30 длинных планов. Но это отнюдь не демонстрация владения ремеслом. Все, что существует в этом мире, представлено перед вашими глазами и ничто не спрятано за монтажными склейками. Камера движется свободно, как никогда, исследует каждый уголок убогого жилища, переходит от общего плана крупному и обратно, выходит во двор и заглядывает в колодец. Лишь в одной сцене оператор Фред Кельмен не может догнать героев. Они сбежали из дома и перешли границу видимого пейзажа, скрывшись за склоном холма. Это история об изолированных от мира персонажах. Фильм пропитан идеей конца света. Отсутствие воды в колодце, люди, у которых не получается сбежать, потому что им приходит понимание того, что, возможно, там, снаружи, нет ничего. И в фильме царит некая фантастическая атмосфера. Эта идея конца света может быть объяснена чем угодно. Конца всего, конца кинематографа для режиссера, концом для персонажей, идея завершения может быть интерпретирована как угодно, благодаря атмосфере. На примере этого фильма четко можно понять, что кино как искусство не всегда нам разжевывает историю и буквально вкладывает ее нам в рот. Кино также может требовать нашего участия и чтобы мы думали и сами в воображении помогали истории развиваться. В этот фильм вообще сложно вникнуть без усилий, но это и задачи режиссера. Я уже говорил о длинных планах без склеек, так вот тут они не просто мастерски выверены, но и буквально простроены, как картины в музее. Каждый план, даже в движении, сохраняет красоту и изысканность. Черно-белый цвет действительно великолепен. И это благодаря тому, что снят он не на цифру, а на пленку, что создает изображение тактильное и максимально натуральное. И на этом все. Это мой выбор трех самых атмосферных фильмов из тех, что я видел на данный момент. Я вам советую их посмотреть, но при условии понимания того, что их нельзя смотреть, занимаясь параллельно чем-то другим. И требуется усилие для того, чтобы погрузиться, но по выходу послевкусие вам гарантировано. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в нашу группу ВКонтакте. Ну а я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. И если это так, то до встречи... Секунду. Я совсем забыл. На момент съемки этого видео вас уже 4000. Спасибо большое. Спасибо, что остаетесь с нами, что смотрите наши видео. Мы благодарны вам. И в честь того, что сегодня мы говорим об атмосфере, давайте немного ей насладимся. Клядьё. До встречи на следующей неделе. С вами был ваш Чёрный кабинет. Купе!